Лучшее в стране Очень-очень любимая Анастасия Спиридонова. Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте. Друзья, удивили, надо вот что сказать. Я думаю, наши зрители уже привыкли, конечно, что визиты обычно по поводам каким-то случаются. Скорее всего, ну, наверное, спели в дуэте ребята. Вот, мол, и пришли на страну ФМ сейчас. Клип свой запремьерить. Не тут-то было. Не просто клип, а целый мюзикл. Друзья, новогодняя сказка, за которую мы должны благодарить Глеба, потому что он все это придумал. Он сочинил музыку, спродюсировал, срежиссировал, пригласил артистов, пригласил Анастасию в свой мюзикл. Называется «Лабиринты сна», и все это по мотивам сказки Льюиса Карла «Алиса в стране чудес». На этом я умолкаю, передаю слово, наверное, Глебу сначала. И вопрос будет такой, дорогой Глеб, с тобой все понятно. Объясню. Ну, мюзиклов в твоей жизни много было, громких, успешных, которые принесли тебе популярность и славу в свое время. Не страшно ли тебе было Настю-то брать? Потому что Настя хоть и великая артистка, но в мюзиклах замечены ранее не было. Ну, я считаю, что Настя сейчас, наверное, одна из самых ярких, самых талантливых артисток молодого поколения в шоу-бизнесе. Она обладает потрясающим тембром, очень запоминающейся харизмой, и я просто уверен, что это будет вау. Вот. А «Алиса в стране чудес», мне кажется, это классика. И Луис Кэррол написал удивительную сказку, скажем так, родоначальницу жанра фэнтези, которая дает огромные возможности для решения, для постановки, для музыкальной формы. И хоть и существует куча всяких постановок, всегда можно найти оригинальное решение, и мы его нашли. Это интригующе очень звучит. Правда же, что появление этого мюзикла случилось во многом благодаря тому, что у тебя доченька прекрасная Алиса появилась на свет в сентябре прошлого года? Да. На самом деле сначала родилась мечта о дочке, об Алисе. Давай так, сначала была написана сказка «Алиса в стране чудес». Да. Если прям за... Ну, если совсем, да, если совсем сначала, то была написана сказка. Потом появилась мечта о дочке Алисе. Потом начала писаться музыка, создаваться проект. И я был бы счастлив, если бы этот проект увидела моя дочка, когда вырастет. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок присутствовал на добрых, на хороших произведениях, рос и воспитывался. Потому что сейчас в наше современное время очень много всякой грязи, пошлости, гадости. И я все-таки хотел бы, чтобы она видела что-то настоящее и хорошее. И что-то обязательно папой сделанное, придуманное, сочиненное со всей душой. Так, как может только это папа. Дорогой Глеб, однако тебя среди фамилий на афишах мы не обнаруживаем артистов. Как такое могло случиться? Это принципиальная позиция, моя продюсерская, потому что мне надо все смотреть со стороны. И, в общем-то, исключить всякие театральные свои актерские и вокальные амбиции. И трезво относиться к целому, к целому произведению. А разве не было желания такого, наоборот, всем показать, как надо на самом деле играть, как нужно на самом деле исполнять? Я могу точно сказать, поскольку мы с Глебом персонально работали над партиями, да, вот моими, в моей роли. Вот тут он показывает, как надо. Потому что, когда мы работали в студии и репетировали, и Глеб говорит, нет, Настя, вот тут вот ты представь, что ты вот такая большая злая тетка. Подожди, так ты разве не Алису играешь? Нет, я играю Красную Королеву. Ну что такое? Я вообще, как правильно сегодня Глеб заметил, я как бы злая героиня, но все-таки сказочная. Поэтому, конечно же, ну, конечно же, я не Алиса, вот, и немножко мне необычно, непривычно и ново, и увлекательно при этом вживаться именно в какую-то роль, потому что такого опыта в моей жизни не было. И вот тут как раз-таки Глеб показывает, как надо. Вот это очень важно, потому что тот, как автор видит, это, конечно, должен артист прочувствовать. Никто ему этого не расскажет. Именно то, как задумал Глеб. Каждую роль. А как Глеб задумал, друзья, мы с вами увидим и услышим. 14 декабря, во-первых, правильно я все называю? 14 декабря. Центральный клуб железнодорожников. Далее 15 декабря концертный зал Измайлова. Да. И 2 февраля в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, Северная столица, а то уже расстроилась, я так понимаю, как же так, а мы, все случится. И Анастасия как раз выступит в Санкт-Петербурге. Кого еще мы увидим на сцене, помимо Насти? Ты же собрал там какую-то команду, прям много. Да, там плеяда настоящих звезд российского мюзикла. Алексей Бобров, Андрей Бирин, Мария Ивашенко, Юлия Чуракова. Это все люди, которые участвовали, наверное, в каждом мюзикле, который ставился в Москве. Тексты к песням написал, кстати, Каренко Валериан. 20-ти кратный лауреат Песни года, многократный лауреат Евровидения. Замечательные декорации сделал Андрей Шустов. Художник по костюмам Андрей Климов. И я хочу подчеркнуть, что это не калька, это оригинальное совершенно произведение, это не лицензия какого-то западного спектакля, который поставлен 20 или 25 лет назад в Англии или в Америке и перенесен на российскую сцену без учета российского менталитета. Это все-таки оригинальное произведение, поэтому мы вас ждем. Приходите, мы будем рады. Оригинальное произведение, но что-то там современное есть. Все равно, во всяком случае, в релизах мне там попадалось, а то реализа будет в современном мире жителей. На самом деле, я считаю, что в театре надо создавать произведения с учетом опыта, скажем так, прошлых лет, но учитывать обязательно современные тенденции и в музыке, и в театре, да и в жизни. Да и в жизни, да. Потому что английский юмор, он отличается очень от русского, поэтому надо обязательно ходить на русские сказки. И на русские, самое главное, мюзиклы, друзья, «Лабиринты сна», 14 декабря. Ты будешь сам присутствовать, да, конечно, на всех этих концертах? Конечно, конечно. Я думаю, что я устану больше, чем артист. Ты будешь ходить перед мюзиклом уже, будешь ходить так, рассаживайтесь, гости дорогие, или что-то ты будешь кричать на всех, нервничать. Какой будет вот этот режиссер, продюсер, Глеб Матвичок за кулисами и в зале одновременно и везде присутствующий? Это очень интересная работа на самом деле, потому что больше процесс постановки, он уже осуществлен, и очень интересно, когда ты сам создаешь, когда это твоя собственная идея, когда ты за все отвечаешь сам. Нету плохого режиссера, нету плохого продюсера, все делаешь ты сам, и все, полностью несешь ответственность за все. Мне это нравится. Дорогой проект, скажи. Дорогой проект, очень красивые декорации. Мне хотелось все-таки, хоть это и в рамках антрепризного театра, мне хотелось все-таки, чтобы это было зрелищно и в жанре мюзикла. Не две табуретки, два артиста, а дорогие, хорошие костюмы, хорошие декорации, качественная музыка, записанная с оркестром, с группой, с профессиональными артистами на хороших студиях. И это действительно очень качественный проект, который я покажу своему ребенку. Для меня вообще, когда я писал эту музыку и видел этот проект, для меня самый главный был цензор. Это моя дочка, которая, я представлял, сидит в зале и смотрит этот проект. У нас коротенькая пауза, друзья, оставайтесь с нами, мы продолжим общаться и, конечно, узнаем еще много интересного про мюзикл «Лабиринты сна». Будьте с нами. Лучшее в стране. В Ангкт-Петербург. Где в Питере мы посмотрим мюзикл? Декалинсовета. Декалинсовета. Так что собирайте билеты уже в продаже, я так понимаю. Да, да. Есть официальный сайт «Лабиринты сна». Там есть вся информация и о составах, и о проведении наших спектаклей. Глеба вы на сцене не увидите, но увидите Глеба, возможно, в фойе, в зрительном зале. Да, где-то он будет постоянно присутствовать, потому что он является и автором музыки, режиссером, продюсером, автором всей этой идеи. А вот Анастасию Спиридонова вы увидите на сцене. Для Насты это будет первый опыт участия в мюзикл. Строго не судите, пожалуйста. Нет, нужно судить строго, потому что если настраиваться, что не на строго, я буду... Не, ну, конечно, я не могу не стараться. Ну, конечно, ты не сможешь не стараться. Тем более, что так ответственно и так радостно. Это, на самом деле, моя мечта. Да, и мы с Глебом давно уже дружим, и он знал об этом. Я говорила, что как же, вот у тебя такая интересная жизнь. И для меня это непонятно, каково это будет на сцене в качестве поющего актера, скажем так. Я думаю, что такие слова Глебу много кто говорит, но, однако, он далеко не всех приглашает. Нет, но он знает. Нет, скажу так. Наверное, года три или четыре назад у нас состоялся разговор о том, что это моя мечта. Да, я бы хотела сыграть в мюзикле, спеть. И вот, когда наступил момент, я думаю, что Глеб позвал меня, потому что он не устает повторять, что ты идеально подходишь для этой роли. Вот это вот просто нашлась роль на самом деле. А это же важно. Конечно, конечно. И тут пришла радость, пришли радость и страх. Одновременно. Да, вроде бы я всегда этого хотела, и вот оно, вот оно сейчас произойдет. А с другой стороны, мне жутко страшно, потому что я, это знаете, когда ты ходишь к автоинструктору, ты их как бы хочешь водить, но ты не знаешь, есть ли у тебя талант, или, может быть, вот не дано. И вот тут такой момент у меня лично. Конечно же, я пою, пою всю жизнь, я спою, а вот я не знаю, как я играю. И для меня это такой эксперимент, я не знаю, на что я способна. Может быть, я вообще окажусь гениальной актрисой мюзиклов. Конечно. И теперь мы только тебя в мюзиклах и будем видеть по всему миру. И в очередь выстроиться и в Бродвее. А может быть, ну плохо, конечно, не будет, я буду очень стараться. А может быть, мне самой это не понравится. Вот это вот самая главная загадка, которая для меня лично откроется 2 февраля в ДК. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, в ДК им. Еленсовета. Я жду этого, вот просто мне снится это каждый день, как я выступаю. Ты партии выучила? Да, конечно. Конечно, выучила. Это было непросто. Партии сложные, но безумно красивый, прекрасный текст. Да, я так понимаю. Конечно, это даже не обсуждается. И, конечно, это не могло не быть интересным и ярким, и живым. Мне очень нравится сам процесс. И, конечно, песни, и текст прекрасный, и музыка. Мне кажется, всё сложилось. Мне осталось надеть этот прекрасный костюм с париком, который все видят на Асише. У нас будет видео очень скоро. Посмотрим этот самый костюм. Это было очень смешно. Вы знаете, когда я участвовала в фотосессии... Я расскажу просто такие маленькие закулисные секретики. Когда я участвовала в фотосессии для этой афиши, для меня ещё не был пошит костюм. Собственно, парик есть. А вот костюм, в котором играет Красная Королева, её, конечно же, в основном составе играет другая актриса. Юлия Чуракова. Да, и она намного размеров меньше, чем я. И когда я пришла на фотосессию, Глеб, я ему звонила и говорю, ну ты шутник, потому что мне нужно было надеть костюм, этот маленький, который, в принципе, налез мне только на ручки, и сзади была голая спина, но спереди как будто бы я в этом прекраснейшем платье, таком ярком. Это было очень смешно, и все фотографы, и гримеры, и костюмеры все смеялись. Я стойко делала вид, что он мне в пору. И это было, ну прям запомнилось очень сильно. И Глебу были написаны смс-ки, да как ты мог, издеваешься. Он говорит, ну я немножко не рассчитал, ладно, ну всё, костюм для тебя будет, ну конечно же, отдельный. Костюмы, кстати, очень яркие и красивые, это прям здорово. Я думаю, детям, хотя... С какого возраста, Глеб, кстати, да? На самом деле, мюзикл рассчитан на возраст шести лет, но хочу подчеркнуть, что и взрослым будет очень интересно, потому что я его делал для широкой... Потому что там Анастасия Спиридонова будет, на секундочку. Безусловно. Да, он рассчитан на очень широкую аудиторию. Я смотрел самые последние такие постановки сказочные на Бродвее и понял, что сейчас есть такая формула, что она на всех влияет, ну чтобы это было интересно и взрослым, и детям. О, как интересно! У нас пауза небольшая, оставайтесь, после чего программа «Лучшее в стране» продолжится. А у нас в гостях сегодня Анастасия Спиридонова, Глеб Матвейчук. Мы с вами, друзья, узнаем много интересного про новый авторский мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна». И не просто узнаем, но и планируем уже как-то декабрь, там нужно, понятно, с семьей обязательно походить куда-то, не обязательно с семьей, может быть, с друзьями, и получить невероятно колоссальное удовольствие. Что касается наших сегодняшних гостей, то вот что пишут наши зрители и слушатели, два монстра в хорошем смысле нашей эстрады, они равноценно гениальны! Обожаю, Светлана, это сообщение. И таким образом, друзья, я хочу положить начало нашему небольшому конкурсу. У вас есть возможность получить два билета на мюзикл «Лабиринты сна». Куда, кстати, в «Железнодорожников» или в «Измайлова», Глеб? Или потом разберемся по ходу. В общем, два билета. А самое главное задание мы даем на лучший вопрос. Да, мы с Глебом посовещались и решили, что мы ждем ваших вопросов, какой из них будет самый интересный, тот и получит два билета на мюзикл «Лабиринты сна». Страничка ВКонтакте, ищите, пожалуйста, под фотографией как раз Глеба и Анастасии. И WhatsApp Viber также работает в вашем распоряжении, поэтому вопросы задавайте 8-909-920-8-1-89-9. 8-909-920-8-1-89-9. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть нам видео, которое было снято буквально на днях, я так понимаю, на одном из последних прогонов перед премьерой. Это как раз такая своеобразная реклама. У нас будет возможность посмотреть, послушать фрагменты. Запускайте, пожалуйста. Ну и попросим, походу, конечно, Глеба прокомментировать. Звук? Да, звук есть, и мы сейчас тоже в эфире. Но это не Настя. Нет, нет, это вот Юля Чаракова. Это вот... Юля, мы тоже увидим. Это Юлин костюм на меня надел Глеб. А это очень маленький. А без звука будет, да? Нет, у нас и звук идет, и мы с вами. Звук идет, и мы с вами с вами с вами с вами с вами. Зачем тебе реальный мир? Когда лучи струит ночной эфир? Закрой глаза и улетай в прекрасный сон волшебный этот. Зачем тебе реальный мир? Весело очень, что я могу сказать, друзья. На самом деле он очень динамичный и позитивный спектакль. Это чувствуется даже по короткому фрагменту. Главная задача, чтобы постоянно была правильная энергия праздника. А тем более это очень важно в канун Нового года, чтобы заряжаться этой правильной энергией, с которой потом целый год нужно будет как-то жить дальше и справляться порой даже и с трудностями. Настя, у меня вопрос к тебе. Чудесное событие в жизни Глеба родилась, дочка Алиса. Мюзикл, посвященный ей, специально для нее написанный папой. Значит ли это, что у тебя скоро обязательно должна появиться песня «Антон»? Я надеюсь, что может быть просто у меня тоже скоро появится дочка, а может быть сыночек. Я пока не знаю, когда это случится, дай бог, да, это произойдет. Но вы работаете над этим. Мне кажется, каждая семейная пара обязана работать в этом направлении. С Глебом можно проконсультироваться. Можно, да, кстати, он уже, да, он говорит, Настя, давайте, Глеб с Антоном, с моим мужем, прекрасно знакомы. Мы встречали Новый год вместе. Да, семьями, чудесно. И, в общем, Глеб говорит, давайте, давайте, догоняйте. Но мы только поженились, поэтому я надеюсь, что это, конечно же, случится. И появится и песня «Антон», и, может быть, еще, там, он у меня рыжий, может быть, «Рыжая любовь», там, что-то вот такое. Я не знаю, как вот вдохновение поймается. Потому что у Глеба вдохновение, судя по мюзиклу «Лабиринты снов», очень серьезное, мощное вдохновение. Ну, правда же, да, Глеб, что появление Алисы в твоей жизни прям действительно тебя перевернуло как-то и внутренне? Конечно, мне кажется, у каждого человека меняется просто мироощущение. То, что кажется большой проблемой, превращается просто в какую-то глупость. И ты начинаешь мыслить совершенно другими категориями. Конечно. Ну, тогда смею ожидать, что «Лабиринты сна» это еще только... Это даже, кстати, не начало, да, это не начало, это такая середина пути, и впереди еще много проектов. Буквально три дня назад у тебя запись в Инстаграм, сегодня премьера мюзикла «Волшебных страны Оз» в Иркутском Тюзе имени Вампилова. Это же тоже твой авторский проект? Да, это тоже мой авторский проект, и он, на самом деле, вошел в рекорды Гиннесса России как самый коммерчески успешный проект. Самый коммерческий проект? Да, на сайте Stage Entertainment он собрал самое большое количество людей, которые посмотрели этот проект. А еще какие мюзиклы твоего авторства на сегодняшний день существуют? Еще у меня есть театральная компания с Александром Балуевым. Мы выпустили несколько проектов. Среди них «Территория страсти» мюзикл по Шадрелло де Лакло «Опасные связи», которая пять лет уже существует. Мы объездили всю Россию, мы были в Израиле, в Швеции, в Германии. Есть музыкально-драматический спектакль «Признание». Настя, стремиться есть к чему, ты понимаешь, да? Вы понимаете, что я очень удачно начинаю свое восхождение в этой сфере. И мне очень повезло, что именно с Глебом состоится вот такой вот первый шаг, первое знакомство с мюзиклом. И очень здорово, что в партнерах у тебя будут самые лучшие представители жанра. То есть это я могу точно сказать, что лучше артистов не существует. Потому что то, что делают они на сцене, что делает Алексей Бобров, это просто потрясающий артист, который, ну, как энергайзер существует на протяжении двух часов, заряжает энергией. Андрей Бирин, Юлия Чуракова, Кудина, Антинар Коколов, Котель. Это все прям настоящие артисты, звезды. И я вот, что актерское представление, я прям покоен, потому что они могут очень... Спокойный мюзикл, потому что целиком и полностью отвечаешь там за все. Твоих делах, в моем смысле. Спасибо. Ты сочиняешь жанру за роялем? Да, да. Ну, она сначала приходит, потом я знаю, где я нахожусь. Это происходит в очень... местах, и мне приходится включить. Это ты там в разных странных местах. Ну, я имею в виду... Ты там оказываешься? А, понятно. А, понятно. Мне надо срочно записать, чтобы не забыли, включая диктофон, и начинают... И меня смотрят, как на больного человека. Ну, так это... Ну, знакомое чувство. Потому что музыку у нас есть. Моя посуда моя... Масштабы пока не те. Мне не зло. Я вообще позиционирую себя как певица, но иногда приходят песни, и они... Настя пишет песни, я хочу поделиться со слушателями своими впечатлениями. Когда я был у нее на сольном концерте... В прошлом году? Да, когда Настя пела свои песни... Я просто потом звонил и говорю, Настя, ты меняешь... Это же... Материал. Надеюсь, что скоро в творчестве у нее появятся своих песен, и они станут популярными. Я думаю, что они станут популярными. Но если мы с мюзиклами увлечены головой... Это совсем другая... Спасибо тебе. Это совсем другая история, которая будет параллельно слушать. Я очень надеюсь... Родвей. Друзья, я хочу... На мюзикл-лабиринт... А... 15... А... Птица... Это... Нового... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогой Глеб, я хочу, чтобы ты сейчас пользуясь случаем, наверное, еще раз рассказал про мюзикл «Лабиринты сна», пригласил всех желающих, чем-то зацепил, рассказал, почему среди огромного все-таки многообразия новогодних различных мероприятий, которым и в Москве, и в Санкт-Петербурге предостаточно, почему должны выбрать именно мюзикл «Лабиринты сна»? Ну, «Лабиринты сна» — это оригинальная история, созданная с любовью, с очень профессиональными артистами Тексты к песням написал хитмейкер Каренко Валериан В ролях у нас ведущие звезды самых громких проектов, которые вы видели в Москве и в Санкт-Петербурге У нас очень красивые декорации, про музыку не могу говорить про свою, но, в принципе, приходите, посмотрите сами 14-го числа, 15-го числа, 14-15 декабря Мы вас очень ждем, приходите с детьми Ваши дети получат удовольствие В феврале Санкт-Петербург, ну а дальше нужно смотреть, тоже следить за афишами, потому что... Да, у нас есть официальный сайт «Лабиринты сна», и там будет вся информация про ваш спектакль Если он не сможет про свою музыку говорить, Настя, тогда тебе придется это сделать Скажу я, я уже вижу, что Глеб скромничает, я скажу так Друзья, приходите обязательно на «Лабиринты сна», это будет ярко, это будет весело, это будет незабываемо И вы уйдете в хорошем настроении, и не только вы, и ваши дети И вот когда вся семья довольна, это прекрасно, приходите на «Лабиринты сна» Нужно ли прочитать книжку, прежде чем идти на «Лабиринты сна»? Не обязательно условия И потом, соответственно, тоже, не обязательно, потому что в целом все будет сохранено, вся линия сюжетная и так далее, и тому подобное Настя, дорогая, где тебя в ближайшие дни можно увидеть? Послезавтра, буквально, в Государственном Кремлевском дворце будет концерт, посвященный творчеству Дементьева С оркестром, прекраснейшим водкой, будет там тоже приходить, это будет прекраснейший концерт С потрясающими песнями, где можно будет о многом вспомнить и вспомнить автора в том числе Поэтому мы вас ждем, там будет очень хорошо Государственный Кремлевский дворец А я хотел еще пригласить 1 декабря в ДК Горького в Санкт-Петербурге на мой спектакль «Территория страсти» и 13 января в БКЗ в Санкт-Петербурге 13 января, сольный концерт БКЗ в Санкт-Петербурге, сольный концерт А до 13 января будет ли возможность отдохнуть у артиста Матвичука? Продюсера, композитора, актера? Нет, все дни работы и воспитания дочки, конечно Ну, какое воспитание, хотя пока еще в таком возрасте, наверное, только больше умиление, сплошное сисюканье Все, спасибо вам огромное, еще раз Глеб Матвичук, у нас был в гостях Анастасия Спиридонова, друзья, «Лабиринты сна», мюзикл, ну, теперь никаких сомнений нет, мы точно отправимся на него Билеты кому? Отдаем или... Настя, решай Я думаю, что самый интересный и очень милый вопрос, что Глеб поет перед сном своей дочке Алисе, все, Виктория тогда, я вас поздравляю, мы с вами свяжемся, расскажем, где и как заберете билеты Еще раз огромное всем спасибо, я желаю вам успехов и, конечно же, успеха непременно мюзиклу «Лабиринты сна», пусть он тоже станет успешным, самым коммерческим, успешным, самым классным, незабываемым Все, до новых встреч, спасибо Спасибо большое До новых встреч Лучшее в стране На телерадиоканале «Страна-ФМ»